часть 2 видео посвященных прошивки тараница и модулей дальнобойных frsky r9n сегодня расскажу как прошить вот такой вот в че модуль в первую очередь необходимо скачать все нужные прошивки для этого идем на сайт frsky-rc.com раздел download products нам нужно скачать прошивку для модуля r9n вот он r9n 2019 тут есть две линейки прошивок access и и ccst я на данный момент использую более старую версию и ccst и про нее я буду рассказывать возможно когда я буду менять полетный контроллер в дарте или собирать новый самолет который думаю по весне я буду собирать я думаю попробую перейти на аксесс прошивки но сегодня я расскажу именно про и ccst если вы начинаете работать с и ccst прошивкой то эта прошивка обязательно должна быть прошита везде то есть нельзя смешивать и ccst и access нажимаем кнопку скачать и качаем я создал папочку и frsky и сюда кладу все она мне уже скачена скачаю еще раз так прошивку для модуля мы скачаем теперь нужно скачать прошивку для приемника возвращаемся назад и ищем свой приемник у меня используется r9n вот такой r9n для приемников r9n и р9 mini прошивки их одинаковые скачем такую же прошивку и ccst отлично прошивки скачали на компьютер теперь необходимо их скопировать в память тараниса для этого включаем таранис и подключаем к компьютеру подключили компьютера переводим в режим usb storage и теперь необходимо следующее сделать вот он диск флешка которая вставлена в таранис открою в новом окне надо в папку firmware сложить прошивки скачаные но тут есть нюанс про который не все знают либо они все путем читают инструкции скаченный архив прошивки access и и ccst делятся на три типа есть lbt есть flex есть fcc я на текущий момент использую линейку fcc прошивок в чем разница fcc это для американского рынка лбт для европейского она имеет ограничения вроде по мощности и по частотам fcc более высокую мощность выдает и более высокую дальность обеспечивает также есть линейка flex прошивок с помощью этих прошивок во первых можно менять частоту на которой работа передатчик и приемник а также можно динамически менять мощность во время управления моделью но я на текущем это использую fcc версию прошивок то есть необходимо скопировать прошивку fcc для модуля вот она мне уже скопирована r9m fcc frk я ее копирую сюда давай создам папочку вторую и сюда я положу прошивку для передатчик супер теперь необходимо сюда же положить прошивку для приемника и открывают файлик архив и скачиваю именно r9 mini fcc не какую-нибудь другую если смешаете то получится какая-нибудь фигня и необходимо выбрать либо f-порт либо без f-порта дело в том что приемники могут работать как в режиме протокола f-порт таки с порт и с баз на текущий момент я этот приемник использую буду прошивать а хотя скопируют обе прошивки окей прошивки скопировали в память тараница теперь можно отключать его с компьютера окей теперь когда в памяти тараница на флешке имеются файлы прошивки можно прошить сам модуль внешне для долго нажимаем странную кнопочку и идем на второй экран тут выбираем в папку и вот нашу папку и сесть и 2 и необходимо выбрать r9 m fcc это прошивка для внешнего вот этого модуля для него долгое нажатие на клавишу и тут необходимо выбрать flash external модуль вот это вот считается внешним модулем внутренний модуль это который установлен внутри корпуса передатчика вот от него антенна торчит а flash с порт это для прошивки приемников они подключаются вот сюда про это я буду рассказывать в следующем видео так выбираем flash external модуль и шьем готова внешний модуль прошился и теперь готов к сопряжению с приемником на этом это видео заканчивается если было полезно ставь лайк подписывайся на канал о следующем видео я расскажу как прошить приемник